Всем привет! Солнечная Бельгия. 11 мая 2017 года. Это здание Starbucks Cafe. Недавно, наверное, открылось или уже давно, потому как в Брюсселе я была в январе этого года последний раз. С утра обещали грозу и дождь, что немного меня расстроило, потому как я собиралась в Брюсселе. Но дождь пока на меня не капал. Смотрите, саламандр. Здесь я как-то себе купила обувь, потому как эта марта когда-то была у всех на слуху. Посмотрите, вывесили флаги гей-параду, которые обычно в Брюсселе проходят в мае каждого года. Меня это немного уделило, потому как воскресенье, вот это воскресенье, День Матери. И День Матери это почти то же самое, что у нас 8 марта. То есть этот день обычно не пропускается. А тут флаги гей-парад. И этот парад проходит не на главной площади, а на биржевой площади Брюсселя. Да, это Брюссельская биржа. И с той стороны в другой площади. Сейчас я глянула уже в интернете, и гей-парад состоится 20 мая. Мой сын ушел по делам. У меня ездит 2 часа. Я решила прогуляться до главной площади Биргийского королевства. Пойдемте со мной, если хотите. Немного расстроилась. Закрыли бутик ГЭС, в который я обычно заходила здесь недалеко в галерее. Там были только сумки, немного сумок, обувь и платки. Шатшу платок я купила в этом году на скидках. И обычно были хорошие скидки. И, увы, его закрыли. Здесь, конечно, есть другие бутики ГЭС, но этот мне очень нравился. Он такой маленький, компактный, и я всегда там находила то, что мне надо. Со скидками. Также хотела бы смотреть здесь биргийский хрусталь. Вальс Саландер. Где-то здесь находился бутик. Хотела бы смотреть на него цены. Но, увы, бутик не нашла. Это биргийская кружева. И высадка вот такая бабушка ненастоящая. И плетёт кружев. Вот этот фапочек, заманивая покупателей, цена на нам стоит 18 евро. Итак, Гранд Пласс. Это центральная главная площадь Бельгии и Брюссель. И посмотрите, здесь базарчик. Кстати, на базарчике продают помидоры и огурцы. Какую-то китайскую всячину. Но там было ещё нечто подороже. А вот так торгуют на центральной площади страны. Тем же, чем и торгуют в других местах. Здесь кафешка. Я специально посмотрела цену. Итак, блюдо 9 евро. Антре – это, в общем, первое блюдо. И второе, либо основное блюдо и десерт стоит 12 евро. И антре – блюдо и десерт 15 евро. В меню, как сказать, антре – это первое блюдо. Это суп с сегодняшнего дня. Кальмары какие-то, ла-фритюри. В общем, мне кажется, так всё будет. Так я хотела здесь запить кофе, посидеть. Никогда не сидела на площади. Но, увы, мы уже поели перед отъездом сына. И я не хочу пока есть. Тем более жара и духота. Обещали грозу. Да, озвученные цены мной – это цена ланча, который длится до 3 часов в этом кафе. Вечером цены будут дороже. Но также там есть и другие блюда. Бельгийские габелены – также одна из специализаций Бельгии. Кстати, кто хочет посмотреть на Микена Крис, я теперь отправляюсь туда, писающего мальчика. Если вы стоите на площади, так бельгийские банды, десины – это тин-тин или тан-тан. Бельгийские гофры. Бельгийские вафли – это брюссельские вафли. Также есть льерские вафли. Здесь стояла цена 1,5-1 евро, как вы видите. Но это цена только вафли, самой одной. И позже идёт наполнение, и цена возрастает. Кстати, 1 евро, я не знаю, в других местах, по-моему, даже вафли такая дороже. Видимо, люди всё равно берут с наполнением. И так выгодно торговать. Проход здесь хороший. Вот они, вафли красивые. Конечно, хочется больше, нежели вафли. А это писающий мальчик, знаменитый, манекен Пис. Рядом здание, видите, оно реставрируется. И, как всегда, здесь довольно много народа. Да, как же найти писающего мальчика, я не закончила. Значит, находимся мы на грамм-классе. В него входят несколько различных улиц и выходят из него. И на одном из перекрёстков лежит мужик. То есть это памятник герою и поэту гражданской войны Верарду Всерклассу. Вот эту улицу надо брать и идти где-то 2 квартала. Там будет стоять писающий мальчик. Виргийское пиво. Также одна из специализаций пива. Сижу напротив Инна. Пиво холодный чай со льдом, мятой и лимоном. Зелёный чай. Кстати, в этой галерее Инна сейчас в отделе сумок стали продавать Луи Виттон. И так бренды идут в народ. Может быть, когда-нибудь дождёмся и скидки на Луи Виттон. Смотрите, вам видите, армейцы идут, охраняют. Ну вот и всё. Такое было видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok